МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Праздник начался. В Муравленко стартовали футбольные баталии за Кубок губернатора. Специалисты по выживанию в городе проходит второй тур соревнований для старшеклассников Школы безопасности. И почетное второе. Муравленковский кондитер завоевал серебро в региональном конкурсе профмастерства. Муравленко готовится отметить свой день рождения и день работников нефтегазовой отрасли. Массовые праздничные мероприятия пройдут в предстоящие выходные. А некоторые стартовали уже сегодня. В череду праздничных мероприятий открыли игры по футболу на Кубок губернатора Ямала Дмитрия Кабулкина. Накануне в наш город приехали футбольные дружины из городов Новой Рингой, Ноябрьск, Губкинский и Таркасале. В течение четырех дней они будут бороться за главный трофей турнира. Фаворитами соревнований любители футбола называют команды Муравленко и Ноябрьска. В минувшем году Кубок завоевала как раз ноябрьская дружина. В финальной игре им удалось переиграть сборную Муравленко с минимальным счетом 1-2. Так что в этом году муравленковцы настроены только на победу. Сегодня у нас 18.00 открытие. Игры начнутся с четырех часов. Кубок губернатора будет проходить на большом стадионе. Четыре дня. Значит, мы участвуют пять команд. Губкинский, Ноябрьск, Таркасале, Новый Рингой и сборная нашего города. Мы всех жителей нашего города просим прийти на стадион, поболеть и поддержать нашу команду. Наша команда в качестве лидера выступает здесь. Прошлый год было второе место. Мы в этом году рассчитываем на первое. Так что просим всех жителей поддержать нашу команду в борьбе за первое место. А в Эколого-Краеведческом музее открылись новые выставки, приуроченные к предстоящим праздникам. «Калипсо» – персональная выставка Дмитрия Гребенюка. Судомоделирование – любимое хобби автора. В экспозиции представлены 10 моделей, собранных вручную у кораблей. Здесь модели первого линейного пушечного корабля Петра I – императрица, парусных судов путешественников первооткрывателей XV века, пиратского корабля Фрэнсиса Дрейка и других. Вторая экспозиция «Венок дружбы» рассказывает о культуре и национальных традициях народов, проживающих на территории нашего города и за его пределами. «Мы просто обязаны беречь единое культурное пространство нашей страны и во всем ее многообразии, и помогать в сохранении богатых национальных традиций нашего народа». Далее в выпуске «Коротко о том, что интересного для своих читателей» подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». В преддверии Дня города и профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности редакция «СН» подготовила для своих читателей специальный выпуск. На первой полосе номера читайте топ-10 интересных фактов из истории города Муравленко. На третьей странице издания – интервью с генеральным директором «Газпромнефть Муравленко» Валерием Колотилиным. О подробности того, как преображается микрорайон «Молодежный», и каким будет внешний вид нового образовательного центра, узнаете из материала на шестой полосе еженедельника. «Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное». В эти дни сотрудники «Газпромнефть Муравленко» проходят обучение в школе управления проектами. Цель – научить специалистов оперативного управления работать в крупных проектах компаний и развитие способности быстро интегрироваться в реализацию той или иной задачи. Подробности у Эрнеста Бавшина. Компания «Газпромнефть» сегодня бесспорный лидер в России по реализации масштабных проектов по добыче нефти и газа. Причем некоторые из них успешно реализуются за рубежом. И для того, чтобы специалисты компании могли быстро освоиться в том или ином проекте, понять его суть, логику и терминологию, а также успешно применить эти знания на практике, блоком разведки и добычи организована школа управления проектами. В 2013 году у нас в филиале «Газпромнефть» и «Муравленко» пройдут данные обучения 100 человек. То есть это 5 групп по 20 человек. Вот сейчас период с 4 по 6 сентября проходит вторая группа 20 человек. И сразу 11-13 сентября еще 20 человек, а того 60. Ну и до конца года мы освоим еще 40. То есть это специалисты оперативного уровня, как я и говорила, чтобы в дальнейшем было понимание, ну, все было как бы сказано в самом начале, что это все-таки понимание, что есть такая работа в крупных проектах, что есть такое проектное управление. Обучение специалистов проводит ведущий консультант Университета управления проектами Алексей Балясов. Он отмечает, что сегодня в большинстве компаний инициатива по реализации того или иного проекта, как правило, исходит сверху от руководства. Задача школы – научить специалистов умению самим описывать бизнес-проекты компании, определять, что будет являться входным условием и что можно получить на выходе после реализации проекта. Да, возможно, таким образом, но это то, что и сейчас существует. Но надо более качественно эти процессы описывать, то есть уже работать с проектными командами. То есть не просто позиция руководителя – вот то, что мы реализуем, а каким образом я организую взаимодействие внутри коллектива и кто что будет выполнять в этом случае. По словам Алексея Балясова, большинство слушателей школы – это все-таки молодые специалисты, и они пока не способны на данном этапе генерировать идеи и бизнес-проекты. Но, с другой стороны, это и к лучшему. Молодежь лучше обучается, и в дальнейшем практической деятельности умение работать в проектной команде позволит им более качественно подходить к реализации проекта в компании. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. В Муравленко в районе озера Зеркальное стартовал второй тур городских соревнований «Школа безопасности». Старшеклассникам предстоит пройти сложные этапы, сориентироваться на местности, оказать первую медицинскую помощь и многое другое. Те, кто покажет наилучшие результаты, поедут на окружной слет. За этапами соревнований наблюдала Татьяна Сорокина. Ей слово. Обустроить лагерь, сориентироваться на местности, оказать первую медицинскую помощь и многое другое. Эти умения должны продемонстрировать старшеклассники. Сегодня стартовал второй этап состязаний. Они начались в мае и проходят под эгидой Управления образования, спорта, молодежной политики, отдела ГО и ЧС. Школа выживания – это умение человека противостоять всем трудностям, природным, климатическим и другим. Умение самому выжить в любой экстремальной ситуации и умение оказать кому-то помощь. Ребятам необходимо будет пройти контрольно-туристический маршрут, в котором важно умение сплоченно действовать в команде. Кроме того, пройдет конкурс на лучшее обустройство лагеря. А еще жюри предстоит непростая задача определить, кто приготовил самый вкусный обед. Здесь будем кушать, принимать жюри. Пленку мы обмотали, чтобы не было сильного ветра, чтобы не холодно было, чтобы не продувало. Потом дальше. Здесь мы обустраиваем небольшой такой уютный лагерек. Там мы готовим. Там у нас находится костер. Ну вот мы чистили рыбу долго и упорно. А кто ловил рыбу? Ловили все почти. Ну, в большинстве мальчики сегодня с утра словили. Молодцы. Анастасия Радынская участвует в соревнованиях второй год и считает, что школа выживания – это прежде всего возможность для школьников с пользой провести время и пообщаться со сверстниками. Да ничего сурового в этом нет. Мне наоборот даже нравится то, что нас приглашают, то, что нас не оставляют в сторонке девочек, а вот только мальчиков-мальчиков. То, что есть чем развлечься, что не стоит город на месте, а продвигается вперед и в качестве спортивных соревнований. Тем временем команды готовятся к началу соревнований. Первое испытание – разведение огня. Натянутая над костром леска служит индикатором появления пламени. Стоит развести костер в этом месте и пережечь нитку. Команда задания поняла? Да. Время пошло. Все, побежали за этими. Бои побежали, остальные сюда. Соревнования продлятся до самого вечера. В результате по итогам состязаний лучшие смогут участвовать в окружном туре школы безопасности. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Лучшие ямальские кондитеры в эти дни собрались в Салихарди. Там прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». В финале свое мастерство демонстрировали победители муниципальных этапов конкурса. Это кондитеры из Ноябрьска, Муравленка и Шурышкарского района. От нашего города в окружную столицу отправилась Лейла Ахметова, кондитер четвертого разряда «Хлебопекарня. Горячий хлеб». Финалистам нужно было продемонстрировать теоретические знания и практические умения. На суд компетентного жюри, куда вошли опытные кулинары, преподаватели поварского дела и технологии гостеприимства, мастерицы предоставили свою уникальную авторскую домашнюю заготовку. В результате кондитер из Муравленка уступила пальму первенства коллеге из соседнего Ноябрьска и заняла вторую ступень пьедестала. По итогам конкурса победители получат денежные призы и право принять участие в зональном этапе конкурса «Славим человека труда» уже на уровне федерального округа. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 6 сентября в Салихарде плюс 11, ветер западный до 3 метров в секунду. В ноябрьске 8 градусов тепла, северо-западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 6 сентября плюс 8, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова